Как скоро доллар будет по 150 рублей? В каких регионах России врачи первыми останутся без зарплат? Сколько зарабатывает на вранье пропагандист Соловьев? И расстанется ли со своими деньгами олигарх, спонсор режима Гурьев? Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Один из главных пропагандистов режима Соловьев стал долларовым миллионером на циничном вранье про украинцев и войну. Сколько конкретно и как именно он загребает? На эфирах и госзаказах. Показываем всю правду. Официально он зарабатывает больше, чем сам Путин. Больше, чем депутаты, чем генералы, чем чиновники. Ему по копеечке скидывается каждый россиянин. А десятки его книг расходятся по всему миру и приносят солидные гонорары. Так уверяет, по крайней мере. А еще он создал целую схему обретения и отмывания огромных денег. И этот человек не завсегда та из списка Форбс, не путинский дружок и даже не новоявленный миллионер-айтишник. Это Владимир Соловьев. Да, той самой главное лицо телевидения «Все о Москве». Ну, какое телевидение такое и лицо. Вы все видели это позорное шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1»? Сборище городских сумасшедших и военных преступников. 15 часов в неделю, 2,5 часа в день Соловьев там беснуется. А вы задумывались, сколько это нам стоит? Вы наверняка догадывались, что продает совесть Соловьев очень задорого. Но чтобы настолько, вряд ли. В передачу «Воскресный вечер» телеканал «Россия» покупает у субподрядчика, частной компании «М-Продакшн Групп». Владеет компанией Маргарита Житницкая, продюсер Соловьева, ей же принадлежит товарный знак «Соловьев Лайф». Мы получили доступ к банковским проводкам этой фирмы и установили. За три года, с 2018 по 2020, телеканал «Россия-1» перевел на счет «ООО «М-Продакшн Групп» свыше 3 миллиардов рублей. Миллиард рублей в год. Сколько обычному россиянину нужно на эту сумму пахать на заводе, лучше и не думать. Причем из-за этих денег только официальная зарплата, по последним данным, порядка 53 миллионов рублей в год. Хотя Соловьев умудряется забирать получку сразу с нескольких государственных СМИ. И с телеканала «Россия-1» и с «Радио России». Казалось бы, жизнь удалась. Но на этом поток кэша в карманы соловьиного помета только начинается. Расследователи российского проекта «Полигон» нашли солитые базы налоговой. И они показывают, Соловьев получил за год суммарно свыше 100 миллионов рублей дохода. И это только за 2020, то есть довоенный год. К сожалению, более актуальной информации пока что нет. Но очевидно, нынче за ежедневный агрессивный бред в эфире Кремль отстегивает Соловьеву не экономя и явно куда больше. И при всем этом жить на одну зарплату, пусть и многомиллионную, все равно не про Соловьева. Деньги тратит на лжеца и балабова, которому самому явно требуется медицинская помощь. А я не могу ни подматываться, ни разматываться! Организовал целую аферу для воровства и отмывания денег. По данным «Полигона», львиную долю богатств, то есть 84 миллиона рублей, он получил от маленькой контурки «СВ Консалтинг». Это его рекламное агентство, которое, среди прочего, занималось пиаром Сбербанка. За эти услуги компания Соловьева получила больше 100 миллионов рублей еще в далеком 2015-м. Сейчас на сайте госзакупок нет никакой информации о новых подрядах «СВ Консалтинг». Сайт компании и вовсе не работает. Остается загадкой, на чем вообще зарабатывает рекламное агентство Соловьева. Более того, с сайта госзакупок оказался удален единственный госконтракт компании-пропагандиста. То есть никому неизвестная фирма внезапно выигрывает крутой тендер, получая деньги от государства, а потом быстренько зачищает следы. Несколько лет назад с ней случился скандал из-за господрядов от Сбербанка. Контракты от банка, в котором работает его зять, Соловьев получал на безальтернативной основе, без конкурса. Это все зачем и для чего? После скандала, если верить открытым данным, компания Соловьева от госбанка денег якобы не получала. Но мы выяснили, что это не так. Просто теперь пропагандистов финансирует корпоративный университет Сбербанка. Учреждение носит статус «оно», а поэтому не раскрывает своих поставщиков. То есть просто перепрятали. Видимо, на самом деле, таким образом ему просто дают черную прибавку к довольствию. Только не в конверте, как у обычных людей, а в тендере. Любопытный факт. В 2020 году выручка СВ Консалтинг составила 171 миллион. Прибыль – 86. Выходит, на зарплаты сотрудникам снятие офиса и многое другое Соловьев потратил всего 1 миллион. А 84 забрал себе. Щедро, ничего не скажешь. Но даже это еще не все. Если вы вдруг не знали, Соловьев – это великий писатель. Да еще и невероятно успешен финансово. По крайней мере, в это свято верит путинская налоговая. Он якобы легально получает щедрые гонорары за такие шедевры, как «Евангелие от Соловьева», «Апокалипсис от Владимира» и «Мы русские, с нами Бог». И еще два десятка наименований откровенной графоманской макулатуры. Ее задача – это еще и отмывать грязные деньги, которые идут мимо кассы. Ну, потому что в документах можно официально уверять – деньги от успешной писательской карьеры. Все законно. Получается, этот пламенный патриот не брезговал обирать свое же государство. Вот она, настоящая преданность Родине. А она границ не ведает. Правда, ровно до тех пор, пока дело не доходит до выбора авто. И вот тут Соловьев предпочел проклятые немецкие повозки. Согласно утечке ГИБДД, он владеет Мерседес Майбах С-564 Метик. Его средняя цена составляет 12-15 миллионов рублей. А еще до тех пор, пока не приходится выбирать местечко для козырной дачи. И тут уже Соловью пришлось выбрать не избушку в русской глубинке, а фэшенебельное поместье в Италии. Впрочем, чего еще ждать от двуличного, лживого и циничного пропагандиста, который сам уже явно и не верит ни одному своему слову. И тем не менее, Соловьев пусть и проваливает задачи по пропаганде, но вот в обогащении своего не упускает. И в следующий раз, когда его черный рот опять пообещает России перспективу ядерной войны или сталинских репрессий, держите в уме. Вы за это заплатили, вы за это платите и вы за это будете платить. Уже на 200 миллионов рублей власть наштрафовала россиян по статье о дискредитации армии. Это, как видим, не только цензура, но и попытка, причем удачная, заработать денег на войну. Насколько еще планируют раскулачить народ и бизнес штрафами в три следующих года? Считаем. Постоянное повышение как налогов, так и штрафов. Новая российская обыденность. Мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации. Путин увеличил количество штрафов для населения до рекордных 440 миллиардов на следующие три года. Хочу, чтобы мы все знали об этом. Издание «Медиазона» подсчитало, что только с марта прошлого года за дискредитацию армии суды оштрафовали россиян на 200 миллионов рублей. Понятие самой дискредитации трактуется максимально широко. От призыва не ходить в армию и до рассказа о сне Прозеленского. Штраф за сны – это не сценарий к антиутопии, а очередное решение суда в Российской Федерации. Жители Читы Ивана Лосева признали виновным по статье о так называемой дискредитации российской армии из-за пересказа одного из своих снов в Инстаграме. Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей. И штрафуют по этой статье всех, до кого смогут дотянуться. Двое братьев устроили митинг в столичном метро. Один из нарушителей уже получил штраф в 50 тысяч рублей. Виктор Павленко, врач с более чем 40-летним стажем, член партии КПРФ, впервые оказался в суде. Протокол об административном правонарушении составлен по новой статье о дискредитации российской армии. До вторжения в 2021 году план по сборам штрафов составлял всего 81 миллиард рублей. Также планировалось, что на последующие три года он будет не выше 85 миллиардов рублей в год. Но путинская война все поменяла. Суммы штрафов на 2024, 2025 и 2026 года теперь составляют от 140 до 150 миллиардов. Увеличение почти вдвое. Финансировать вот эту дырку в бюджете, дефицит государственного бюджета, какими-то цивилизованными способами они не могут, потому что первые санкционные пакеты отрезали Россию от внешнего рынка заимствования капитала. Партия «Единая Россия» предложила ввести штрафы за наклейки. Почему все это? Из-за войны, которую начал Путин, и теперь он уничтожает российский бизнес. Например, еще совсем недавно одна из крупнейших энергетических компаний «Газпром». Это значит, что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этаносодержащего газа. У нас таких проектов два. Эти проекты являются одними из самых крупных проектов в мире. Теперь корпорация стала убыточной, о чем обтекаемо говорит ее глава. Думаю, что все согласитесь с тем, что мы являемся свидетелями очень серьезных таких тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. И самое главное, меняются экономические парадигмы. Помимо этого, нефтяное эмбарго с невероятной силой подкосило российский бюджет. А чиновники словно не хотят этого замечать. В этот раз бюджет сформирован с небывалым объемом нефтяных доходов. Правда ли это? Да, это, конечно же, правда. Такого просто не может быть. Они закладывают там очень резкий рост доходов. Непонятно с чего. Повышение штрафов не спасет российскую экономику, но подкосить население сможет. Уже сейчас в правительстве обсуждают новые законы с невероятными штрафами. С 1 октября компании начнут получать штрафы за неявку сотрудников военкомат. С 3 тысяч рублей сумма вырастет до 500 тысяч. Как известно, у нас шуметь по ночам нельзя. Для таких злостных нарушителей мы внесли изменения в наш закон области и предусмотрели повышенную административную ответственность в виде штрафа. Чиновникам плевать на тяжбы своего народа. Их задача – финансировать бюджет. Если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Деньги будут вытягивать хоть из штрафов, хоть из коммуналки. Главное, что не со своих карманов. В том или ином виде, с различными уловками, в итоге платить за войну будет вся Россия. Мы предупреждали, и вот, наконец, власть признает это публично. Из-за войны на врачей денег в бюджете уже не осталось. Заявили в Госдуме об этом. В каких регионах больницы посадят на голодный паек в первую очередь? А кто еще немного протянет? Показываем. На следующий год деньги для врачей кончились. Уже не первый раз. Аморийская скорая помощь! Мы не получили отмеченные выплаты. Ни врачи, ни фишера, ни медсестры, ни водители, ни в дом, ни рубля, ни на деньги. С 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 3000 рублей, до чуть более чем 19 тысяч. Но на врачей попросту может не хватить денег. Председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил прямо, что некоторые регионы могут не справиться с нагрузкой на бюджет. Есть риски, что регионам и муниципалитетам с низкой бюджетной обеспеченностью может не хватить собственных доходов и дотаций из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников в связи с ростом минимального размера оплаты труда и инфляции. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Повысить зарплаты силовикам более чем на 10 процентов. Конечно, до вторжения бюджет национальной обороны был около 3,5 триллионов рублей. На следующий год его подняли в три раза, почти до 11 триллионов. Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть. Но медикам придется потерпеть. И не впервой. Интересы Путина не совпадают с интересами граждан России. А мне вообще зарплату понизили на 25 процентов за полтора года до пенсии. То есть они мне баллы вот эти понизили средний заработок и пенсии у меня будет, соответственно, меньше. Которую мне тоже не хотели давать, но через суд мы ее добили. До начала полномасштабного вторжения зарплаты у медработников оставляли желать лучшего. Но на фоне войны врачи начали жаловаться на оклад еще больше. Который, к примеру, в Ульяновске около 20 тысяч рублей. Во всех поликлиниках зарплата индексации не производилась. То есть она осталась на прежнем уровне. В районе 18-22 тысяч. Это у среднего персонала. И даже вот мне сейчас расчетки скидывают. Узкие специалисты, хирурги, травматологи, поликлинические. У них тоже зарплата на 17-20 тысяч. Конечно, сейчас они стали увольняться. Буквально в начале октября появилась новая волна жалоб на сокращение зарплат. Это традиционная старая история. Потому что медиков же держат на какой-то короткой шлейке. Я извиняюсь. Что у них очень низкий оклад. А все остальное это всякие надбавки, которые им то ли положены, то ли нет. Зависит от решения начальства. И все это происходит, когда до сих пор действуют майские указы Путина 2012 года. Одни из самых серьезных посланий президента содержатся в майских указах сферы здравоохранения. Согласно одному из пунктов, зарплаты врачей должны быть в два раза выше средней зарплаты по региону. В районах не столь богатых, допустим, как мегаполисы, как Москва, как Санкт-Петербург, где нет каких-то местных добавок, заработная плата врачей, медицинских работников вообще, она очень низкая. Путин за все время своего президентства уничтожал медицинскую отрасль. С 2000 по 2015 год количество медучреждений сократилось в два раза. Во многих регионах страны оптимизация так называемого здравоохранения была проведена ужасно. Я употреблю такой термин. И качество и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшилось. Да и в целом Путин сам заявлял о проблемах в здравоохранении. Тем не менее, и дефицит образовался, и по некоторым препаратам, и цены подросли. Даже с номинальным увеличением зарплат, повышением минимального размера оплаты труда, реальный рост доходов россиян практически обнулился. Близкий к Кремлю Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил следующее. Вместе со скачком инфляции, уверенный прежде рост реальной заработной платы остановился и сменился легким сжатием. Компании, похоже, уже не могут достаточно быстро повышать оплату труда. Сколько зарплату не повышать, она не будет успевать за реальной инфляцией. В России теперь цены заметно растут буквально каждую неделю. И спасение от этого может быть только одно – прекращение войны с Украиной. Доллар по 150 рублей. Бешеная инфляция и катастрофический дефицит бюджета. Уже весной после президентских псевдовыборов экономисты прогнозируют России экономическое бедствие невиданных масштабов. Подробности в нашем материале. Россию после президентских псевдовыборов ждут новые экономические потрясения. Но нужно понимать, что такого режима точно российский бюджет не выдержит. Сегодня путинский режим изо всех сил сдерживает инфляцию и манипулирует курсом рубля. Чтобы бюджета было хорошо, нужно допускать ослабление рубля. Поэтому, конечно, сейчас временно они пытаются как-то притормозить, чтобы он не ушел за 100. Но как бы ни старался Кремль, ситуация с ценами на продукты питания, похоже, уже выходит из-под контроля. Курятина за год в России выросла в цене на 23%. Представители российского ресторанного бизнеса стали кричать, что у них проблемы, они не могут добыть курятину для своих ресторанов. Что такое кошмар какой-то. Значит, в чем дело? Оказывается, очень просто. Россияне, в общем, настолько обеднили, что они начинали переключаться на более дешевые мясные продукты. Они уже не могут себе позволить говядину, свинину. Они начинают переключаться на самое дешевое мясо – куриное. Поэтому резко выросли заказы от розничной торговли, да, от сети супермаркетов. На этом фоне официальные заявления из Кремля об инфляции в несколько процентов выглядят очень странно. Ну, смотрите, население же смотрит не на цифры событий, смотрит, что происходит с корзинкой, нарастает недовольство, нарастает раздражение. Это нехорошая политическая ситуация, поэтому правительство и пытается как-то балансировать. Балансировать и врать – путинские государственные деятели, вопреки реальности и здравому смыслу, рисуют просто сказочный бюджет на 2024 год. Запланированные Путиным расходы на следующий год, включая рекордные 123 миллиарда долларов на войну против украинского народа, России нечем покрыть. Министр финансов бодр говорит об огромном бюджетном импульсе в экономику. На 20% возрастают расходы бюджета, запланированные. Откуда деньги? Нет такого роста экономики. Вполне вероятно, надвигающуюся бюджетную катастрофу Кремль тщательно будет скрывать от россиян. И до перевыборов Путина финансирование всех бюджетных пунктов будет покрывать. А вот после – под ночь пойдет социалка. Ведь расходы на войну Путин резать точно не будет. После выборов точно будет секрестер бюджета. И за секрестер ударит по социальным статьям. Вполне возможно, что социально незащищенные представители российского общества буквально будут оплачивать войну за свой счет. Но в первую очередь денег не получат школы и больницы. Уже на сегодняшний момент россияне активно сворачивают национальные программы по строительству новых школ и больниц. На будущий год, после выборов, однозначно все это будет свернуто окончательно. И скорее всего будут заморожены социальные выплаты. Нарисованный Кремлем бюджет может означать и нечто иное, но не менее катастрофическое. Когда ты видишь такие цифры бюджета на будущий год, представленные Минфином, ты начинаешь понимать, что возможен курс в будущем году. И 120, и 130, и 150. Не знаю, дойдет ли он на значение, которое спрогнозировали экономисты Альфа-банка, 200 рублей за доллар в будущем году. Но 120, и 130 очень даже похоже. Но вот тогда такой бюджет получится. Огромный дефицит бюджета, который будут покрывать урезая соц. статьи, обвал рубля невиданных масштабов, рост цен и реальное падение доходов населения. Вот такие общие наброски экономистов того, что ждет жителей страны-агрессора после очередных фейковых выборов. А далее наша постоянная рубрика «Кошельки режима». В ней мы показываем олигархов, которые сказочно разбогатели при Путине, и, что самое интересное, умудряются приумножать состояние даже сейчас, во время войны. Кто такой Андрей Гурьев? Почему он под санкциями? И как будет расплачиваться за финансирование кровавого режима? Смотрим. После начала полномасштабной войны в Украине, на островах Антиго, власти задержали яхту «Альфа-Неро». По данным правительства США и ее владелец, российский олигарх Андрей Гурьев. Вторая яхта, принадлежащая семье Гурьева, шестипалубная «Люминосити». Это одна из самых больших яхт в мире. Ее постоянно переводят из порта в порт, чтобы избежать ареста. Олигарх занимает 220-е место в рейтинге богатейших людей компании «Блумберг» с капиталом в 9 с лишним миллиардов долларов. Кто же такой Андрей Гурьев? И почему он попал под санкции с самого начала войны? Поясняет советник президента Зеленского по санкциям Влад Власюк. Гурьев – один из крупнейших игроков в производстве удобрений. А Путин превратил удобрение в оружие и создал угрозу для всего мира в области продовольственной безопасности. А мы не хотим, чтобы это продолжалось. А вот вскоре после начала войны сын Гурьева, Андрей Гурьев-младший, на встрече с Путиным. В 90-х годах Андрей Григорьевич Гурьев был заместителем секретаря Фрунзенского райкома Комсомола в Москве, а его начальником – Михаил Ходорковский. Они вместе начинали бизнес в группе «Минотеп». Гурьев чудом избежал ареста, когда его шефа посадил Путин. После ареста Ходорковского Гурьев создал компанию «ФосАгро», основой которого стало акционерное общество «Апатиты» – горно-обогатительный комбинат в Мурманской области, где добывают фосфатное сырье. Здесь талант российского бизнесмена раскрылся в полной мере. О письмах, которые писал ФСБ, рассказывает бывший глава налогового департамента «ФосАгро» Игорь Сычев. В этих письмах он рассказывает о схемах ухода от налогов. Материнская компания по заниженной цене продает сырье фирмам, зарегистрированным в особых экономических зонах – Калмыкии и Мордовии. Но это только на бумаге. На самом деле минералы уходят на переработку в дочерние заводы – в Пикалево и Подмосковный Воскресенск. Бизнесу, который ведется таким образом, необходима крыша. Игорьев стал сенатором в Совете Федерации от Мурманской области. А еще он нашел подход к хозяину Кремля, сделав ректора Ленинградского горного университета Литвиненко самым богатым ректором в мире. В 2003 году «ФосАгро» заключает контракт с горным университетом. Ректор Владимир Литвиненко был научным руководителем Путина и возглавлял его предвыборный штаб. Только после выхода на IPO, когда «ФосАгро» вынуждена была раскрыть состав акционеров, выяснилось, Литвиненко – обладатель 14,5% акций. Благодаря усилиям, прежде всего, конечно, ректора, является одним из образцовых высших учебных заведений России. Не забыл владелец «ФосАгро» и про второго человека в России. Конечно, все знают, чем можно завоевать сердце Дмитрия Медведева. Построить ему и еще одну дачу – Мурманской области. В 2011 году финская газета опубликовала материал о базе отдыха на реке Умба. Ее название – «Отсо». Переводится с финского «Медведь». Добраться туда, иначе, как на вертолете, невозможно. Тогдашний ближайший соратник Гурьева Сергей Федоров лично курировал эту стройку. Дом на реке, да, это я построил, да. Я был тогда директором аппетита и построил дом. Потом он его презентовал товарищу Медведеву. Это правда. Но связей со светской властью Гурьеву оказалось недостаточно. И он начал строить отношения с властью духовные. Я уже давно знаю Андрея Григорьевича. Еще когда, может быть, он не был на том высоком положении, которое сейчас занимает. Производитель удобрений номер один стал председателем Афонского клуба и восстановил известный монашеский скид. Чудо Божье. Тогда я добрым людям. Андрея Григорьевича. Да, знаю все. Гурьев спонсировал привоз в Россию мощей Николая Чудотворца. Все эти инвестиции олигарха, видимо, должны убедить Бога не обращать внимания на то, что Гурьев спонсирует поджигателя кровавой войны Путина, одного из ее идеологов Кирилла Гундяева, обворовывает бюджет России и, ко всему прочему, узурпировал власть в городе, который находится рядом с его комбинатом. Короче, он нас купил полностью со всеми потрахами, с населением. Население – это рабы. Много лет он мечтал об этом, чтобы вообще город захватить в себе власть. Православный олигарх думает о будущем спасении души, но не забывает наслаждаться жизнью. Несколько лет назад самый большой жилой дом в Лондоне, который некогда принадлежал самой Елизавете II, сменил владельца. Сумма сделки стала рекордной даже для британской столицы – 470 миллионов долларов. Ну, конечно, какой же истинно православный устоит перед возможностью купить особняк в Лондоне. Журнал «Нью-Йоркер» утверждает, что владелец особняка – российский миллиардер и бывший сенатор Андрей Гурьев, сделавший состояние на производстве минеральных удобрений. На одну из самых богатых улиц Лондона Гурьев принес поистине сибирский размах. Правда, на поверхности земли он его демонстрировать не решился. И ушел под землю. Новым владельцам этот второй по величине особняк в Лондоне показался тесным и пришлось основательно уходить вниз. По плану на самом нижнем этаже подземного поселения будет большой паркинг. Рядом двухэтажный кинотеатр. Чуть выше спортивный комплекс с бассейном и спа-центром. Комнаты для обслуживающего персонала. Теперь этот спонсор Кремля ищет способы, как обойти западные санкции. Наверное, он усиленно молится об этом. Ведь он так много инвестировал и в Путина, и в Кирилла. Двух самых ярких преступников современной России. Должно помочь. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин